Уходящий 2019 год для нашего региона был богат на проекты, реализованные в рамках инициативного бюджетирования. Программа стартовала в прошлом году, но уже сейчас можно сказать, что это лучший вариант благоустройства территорий. Кому, как негражданам, лучше знать, что и где и в каком объеме нужно реконструировать. Правительством области в этом году было выделено 100 миллионов рублей на реализацию дизайнерских планов и предложений по благоустройству. В этом году было подано более 140 заявок, но конкурсный отбор прошли 89. Проекты были разные. Одни касались спортивной части и здоровья. Например, жители Жуковки давно хотели современные беговые дорожки на стадионе «Зенит», чтобы тренироваться в комфортных условиях. Такие дорожки я только встречала на всероссийских соревнованиях, а так не видела нигде таких дорожек. Впечатление хорошее, легко бежится, очень хорошо. Другая категория проектов – детские городки и площадки. Как, например, в поселке Белые берега. Детский комплекс 10 на 10 метров оборудован лабиринтами, спиральными горками, туннелями. На площадке установлено 14 лавочек для отдыха и столько же урн. Площадка замечательная. Особенно для детей. Для нас вот так и пенсионеры придем. Где-то вот погулять. Говорю, травочкой засеют. И придем, и мы когда-нибудь погуляем с детками. За благоустройство детской площадки высказались и жители села Шкрябина Стародубского района. Территория около местного клуба давно была заброшена, и жители мечтали, чтобы именно здесь, в центре села, построили детскую площадку. Инициативное бюджетирование – проект, который помог ее реализовать. Многие родители в этом участвовали. То есть с энтузиазмом, с большой радостью нашим детям есть, куда выйти на селе. Это самое главное. Еще одна категория проектов нацелена на сохранение памяти от тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстаивал свободу и независимость нашей Родины. В поселке Отрадное Брянского района в память воинам-односельчанам решили отреставрировать Сквер Победы. Рады, довольны, что именно наша администрация решила сделать это место культурным центром. Потому что это самое красивое было когда-то место, и мы надеемся, что оно будет еще красивее, еще интереснее. С той же идеей выступили и жители Суража. В ходе общественных слушаний они решили реконструировать мемориал воинам, погибшим в ходе освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Инициаторами разработки проекта стали студенты Суражского педагогического колледжа, которые долгое время ухаживали за памятником своими силами. Поддерживали мы его, но состояние было довольно-таки плачевное. И когда приезжало руководство района, города, мы всегда говорили о том, что необходимо, например, плитку нужно было обязательно поменять, потому что она была уже не в том виде, которым должно быть на памятнике, который увековечивает память наших воинов. Когда выступили с этой инициативой, руководство поддержало. Жители Супоневского сельского поселения высказались за создание монумента «Свеча памяти», на котором увековечены 68 имен и фамилий жителей двух деревень – Антоновки и Курнявцево, которые сражались и погибли в годы войны. Кроме установки монумента проведено благоустройство сквера. Здесь появился детский городок. С такой же идеей выступили и жители Севска. У них открылся обновленный сквер памяти с монументом воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Плитка надгробья, восстановлен поклонный крест и все надгробья, которые здесь есть. Это и воины красноармейцы, и жители города Севска, которые погибли, наши основные патриоты. Не только мемориалы памяти, но и места захоронений. Проекты по благоустройству кладбища представили, например, несколько поселений Навлинского района. Я считаю, что это единственное, настолько святое место, где, ну, просто хочется иногда помолчать и хочется, чтобы здесь было красиво. Красиво, удобно. Не только нам, но и тем, кто здесь лежит. Я думаю, что они все равно нас видят сверху. Точно так же поступили и в деревне Бетово Брянского района. Предыдущая ограда на местном кладбище была деревянной, прослужила почти два десятилетия, но со временем разрушилась. Жители поселения предложили обустроить металлическое заграждение. Благоустройство кладбища – это святое дело. Потому что, если мы забудем о наших предках, о умерших, то память сотрется. И как воспитывать нам будущее поколение. Программа инициативного бюджетирования продолжится. И в следующем году проектов будет еще больше. В главном финансовом документе региона под эти цели заложено 100 миллионов рублей.